И всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице Владычице, и жив напастик и скорбик, и болезни и обремененные грехи многими, предстоящих и морящихся Тебе, умиленную душою и сокрушенным сердцем, предпречисленным Твоим образом со слезами, и невозвратной надеждой имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезные дары и вся спаси, Богородице Дево, Тебуиси, Божественный покров, Робом Твоим, и ныне пресною веки, веков амень, что Тянаречем, о благодатное небо, якова сиялась и солнце правды, Ра, яка прозреблась и цвет нетленья, Дева, яка пребылась и нетленно, чистую Матерь, яка имела и синий на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, та умоли, спасися душам нашим, стопы мои на праве пословеси Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие, избавим от Твоего человеческого и сохраню в Западе Твоя, и цвет hurts и нарабатывай, и говорю, ли чим не оправдание Твоим, да исполнится встало и хваление Твоего, Господи, яка на Вас пою, слава Твою, вездень и великолепие Твое. Святый Боже, Святый, Крепкий, Святой и Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне, и приснави вековы, имей Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти-каи нашим Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи нашей Ими Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и притчу на веки, в Бога, аминь Отче нашей жизни на небесе, это святится имя, то это приедет, царствует, это будет Твое, то я ехал на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дай нам вниз, и остави нам долги наши, хажи, мы оставляем должником нашим И не введи нас в искушение, но избави нас от муха Бога Яко твое, старство силы и славы, стой, живи, штай, господи, не много милостей, Мы у нас, боже, погибися, и вести Твоей, молим тыся, услышай и помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пёси, Господи, помилуй. Пёси, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Песня, и Тебе слава, вострала и Божьего, и Сыну, и Святому Духу, и Небесной, и во Венею Хвою. Аминь, аминь. От гостей Твое помяни нас, Господи, и добрий дешеваться Твоим, блаженник нищие духом. Ягоди, где Царство Небесное, блаженник плачущий, ягоди утешатся, блаженник процы, ягоди наследят землю, блаженник плачущий, жаждущие правды. Ягоди насытятся, блаженник милостивий, ягоди помилований будут, блаженник чистые сердцем. Ягоди, Бога утря, блаженник миротворцы, ягоди сыновей Божьей нарекутся, блаженник на неправды ради. Ягоди, где Царство Небесное, блаженник плачущий, ягоди наследник плачущий, ягоди наследник плачущий, ягоди наследник на неправды ради. Ягоди, где Царство Небесное, блаженник плачущий, ягоди наследник плачущий. Звучит песня. 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 Аминь. Аминь. Валентины. Валентины. Воронеж Синий. В diary. Вない. И. И пройти крещение вольное и невольное, проси им, Господи, вся согрешение их, молимся, слыша и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и праведные упокриваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и крови у Христа бессмертного царя и Бога на твоих вопросах. О, дай, Господи, Господи, помилуй, исцелил больных, да сбудется, реченое через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя немощи наши и понес болезни. Исаия 53, 4. На ту сторону, пересади их туда, чтобы видно было лицо. Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех. Затем, чтобы ты не усомнился, как он мог в короткое время исцелить столько болезней, евангелист приводит в свидетелей Исаию. Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням. Вот сюда могут сесть, чтобы видно было. На эту скамейку, в колы и горит. Такая большая стиха рождается от грехов. Маленько, ребята, извиньтесь сюда, братья. Дайте там, во. Все. Здесь кафелак говорит, что многая часть болезни рождается от грехов. Поближе их извинь сюда. И когда со мной случилась такая вот болячка, онкология, и когда я стал понимать, что, ну, отчего это, когда уверовал, что от грехов, тогда пошло исцеление, когда стал менять жизнь с греховными на безгрешную, тогда и пошло исцеление. Вот. И, ну, тут написано, что многое, большая часть болезней их рождается от грехов. То есть, бывает, что болезни не по грехам какой-то. Читаем, но другое вместе, что да, о слепорожденном. Нет, это так слабо. Где сумки все скинь на пол, а их извинь туда, чтобы вот эта и сидела. Здесь она заслоняет. И когда мне пришла мысль благодарить Бога за болезнь, что она такая заразная, страдающей плоти перестает грешить. Вот. И сегодня тоже считали, что Бог, кого любит, того и наказывает. И когда мысль приходит, что эта болезнь посылается по любви, где-то, гордыню, может, какую-то. Ну, и лежишь на больной болезни, ничего не может, что-то, как говорится, и приходит и смирение. Бог опускает болезнь. Посылает скорби, посылает и утешение. Когда выздоравливаем, конечно, приятно. Кому-то болит приятно. Есть такая передача для тех, кто болен, для тех, кто любит лечить, для тех, кому это именно нужно. Это больше симулянты. Как симулянты, да. Вот. Ну, вопросы по этому стиху. То есть, Господь исцелил, изгнал духов словом и исцелил больных. То есть, сначала изгнал духов, какие духов? Духов злобных. Потому что, когда... Ты знаешь, Тихонович сейчас говорит, почему я не болею? А потому что не злится человек. Когда человек злится, внутри вот эти... И, ну, отсюда, и духи начинают там, то сердце, то почки, то это, то это... Ну, дух не мирный, а раз он не мирный, то и начинает и тело страдать. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Но тут надо... Толкование. Господь взял с собой в корабль учеников, дабы они увидели чудо. Попускает им быть в опасности от бури для того, чтобы с одной стороны приготовлялись к искушениям, а с другой, увидев чудо, тем более уверовали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, осознали свою немощь и обратились к нему с молитвою. Посему евангелист говорит, Матфея 8, 25, 26, Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерны. Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Толкование. Не называет их неверными, а маловерными, потому что, когда сказали, Господи, спаси нас, они показали всем веру. Но слово погибаем уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он тоил вместе с ними. Заметь, что укоряя их в маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасность. Посему сперва он утишил их души.